Сегодня им дарят букеты цветов и адресуют слова благодарности. Учителя отмечают профессиональный праздник. Более 450 человек собрались в Центре молодежного творчества. В торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя, приняли участие ветераны педагогического труда, молодые учителя, руководители системы образования Брестской области. Поздравить с профессиональным праздником пришли и представители власти. После лицея БГУ Брестская область вторая по дипломам международных олимпиад. Это от дорогого стоит, это говорит о качестве образования. Брест после Минска второй по ученикам, которые получили 100 баллов на централизованном тестировании. И все это – заслуга педагогов Брестской области. В этот день никто не скупится на добрые слова. Ведь они в адрес тех, кто не только дает знания, но и воспитывает в ученике человечность и доброту, кто формирует мировоззрение ребенка. Что такое феномен профессиональных праздников, который у нас сформировался? День Учителя особенно. Это как нужно любить свою работу, чтобы праздновать свою принадлежность к этому большому и, на мой взгляд, святому сообществу. И если мы любим самих себя и любим то, что мы делаем, то, конечно же, то, что мы делаем, всегда будет очень хорошо. Все, что делается с любовью, все, что творится с любовью, получается на загляденье. Поздравление от руководства области – самая торжественная и немного волнительная часть праздника. Лучших представителей профессии отметили наградами, грамотами и благодарностями Брестского облсполкома, Министерства образования, а также Белорусского профсоюза работников образования и науки. На грудным знаком «Отличник» образования был отмечен учитель биологии 5-й гимназии Бреста Анна Маразюк в профессии 29 лет. Очень интересные дети, с ними достаточно интересно. Они очень многому учат нас, если мы не ленимся. И сегодня, наверное, это очень большая ответственность, потому что мы должны выполнять в большей степени заказ государства, готовить детей к жизни. Церемония вручения наград не обошла стороной Ирину Никипорчик. Работе в системе образования эта женщина отдала 30 лет. Учитель должен любить детей. Он должен любить свою профессию, должен уметь отдавать то, что у него в сердце, в душе, не только свои знания, но и многое другое, то, чем он дышит, как человек, как личность. Этот праздник прошел в какой-то особой атмосфере. Наверное, из-за того, что его виновники – люди уникальные опыты, вклад которых не оценим. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.